Перед нами очередная монетка из серии городов воинской славы, посвящена она городу Ельни. Есть такой вот городок в России, административный центр Ельнинского района Смоленской области. В России население всего-то 10 тысяч человек. Городом он стал при Екатерине II в 1776 году, а так было поселение, поселение такой городишкой. Впервые, кстати, он упоминается в смоленских уставных грамотах конца 12-го, начала 13-х веков под названием Елна, образовано от слова Ель. В 1404 году город вошел в состав Великого княжества Литовского, а с 1552 года в состав Российского государства. С начала 17-го века по 1667 год в составе государства Речи Посполитые. Это у поляков, после чего по условиям Андрусовского перемирия окончательно вошла в состав России. Ельни была оккупирована французскими войсками в Отечественную войну 1812 года. В ее освобождении ведущую роль сыграл грузинский князь Владимир Михайлович Яшвильд. Это к тому, что грузины не только нападают на Россию, но и было в истории так, что они ее защищали. Ну что ж, нам как больше интересна история Ельни времен Отечественной войны 1841-1945 годов. Итак, в июле 1941 года в результате прорыва второй танковой группы немцев южнее Смоленска и захвата Ельни образовался Ельнинский выступ, нависший над флангами и тылом советских войск Западного фронта. Немцы хотели использовать этот выступ для продолжения наступления на Москву. Штаб фронта, руководимый Жуковым, разработал операцию по ликвидации выступа и 30.08.1941 года советские войска перешли в наступление. Прорывали оборону, глубоко охватили основные силы немцев в выступе, вынудив их к отступлению. 6 августа город Ельни был освобожден от немецко-фашистских войск. Преследуя противника, советские войска продвинулись на запад на 25 километров. Эта операция была первой успешной наступательной операции советских войск в войне. В ее ходе войска 24-й армии Западного фронта нанесли поражение двум танковым, одной мотострелковой и семи пехотным дивизиям немцев, ликвидировали опасный Ельнинский выступ и освободили от оккупации значительную территорию. 8 октября 2007 года Ельни была удостоена почетного звания «Город воинской славы». Тираж этой монеты, как я уже говорил, 10 миллионов штук, отпечатан на Санкт-Петербургском монетном дворе, стали с латунным гальваническим покрытием. Вот такая вот монетка. Ну, еще по Ельни, чего бы хотелось вспомнить, все-таки вот повторные взятия немцам произошло через месяц, тем не менее, вот 6 октября, и длилось до 30 августа 1943 года. В ходе Ельнинской дорогобужской операции был освобожден силами 10-й гвардейской и 21-й армии при поддержке частей 2-го танкового корпуса Западного фронта. Вот в честь освобождения города в Москве был дан салют 12-й артирелигическими залпами из 124-х орудий. Ну, у города есть как бы 2 награды. Это орден Отечественной войны первой степени, врученный 28 июля 1981 года в СССР за мужество и стойкость, проявленные защитниками города в годы Великой Отечественной войны, активные участия трудящихся в партизанском движении и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. Ну и вторая награда, она, награда не награда, но вот звание, почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы» 8 октября, как я уже говорил, 2007 года с вручением грамоты от президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества. Вот все, что я бы хотел вам сказать на тему города Ельня. Ну что ж, спасибо, до свидания.